Сколько стоят мои сюжеты? Мои сюжеты стоят очень дорого и, честно говоря, так и должно было бы быть. Когда мне говорят, смогут ли тебе люди заплатить такие деньги, я говорю, что почему бы и нет. Но в этот же самый момент я могу делать сюжеты и за недорого, потому что эти люди, с которыми я работаю, эти люди, которые мне помогли сделать евроремонт и для них я делаю все в абсолютную халяву. Сегодня сейчас в абсолютной халяве сюжет про свет сафари. Почему вам необходимо сюда приехать, сейчас объясню. Я просто сюда заехал и мне нужны были светильники на R60 и R80. При этом я здесь нашел самые дешевые цены, то есть я везде смотрел, ценники были 400 рублей, здесь эти же светильники 200 рублей. То есть если брать к ценам Китая, то здесь наворачиваюсь всего 30 процентов. Как оно? И где все это находится? В общем-то вопрос довольно странный. Из этого рынка я постоянно делаю два сюжета, хотя население этого рынка в разы то и поболее. Я вот только не понимаю, почему они ко мне не обращаются. Хотя теперь понимаю. Просто смотрите, везде в городе магазинов тамори. Ну и сюда мирские магазины впырили ларьки. Чтобы выгоды-то побольше, да потому что ну никто не ходит в центр города. У нас странных-то людей нету. И поэтому пусть они на крутых иномарках разъезжают, а мы делаем материалы только для двух. Но сегодня разговор про свет сафари. И этот свет теперь для каждого дома. Светодиодный свет. Конечно можно поковыряться с проводами и вы это можете сделать. Но главное то, для чего все это было сделано. И это светодиодный свет для R40, R60 и скоро R80. С мизерной наценкой. И он здесь. И в очередной раз мы вам рассказываем о деятельности фирмы свет сафари. В очередной раз я вам демонстрирую, что здесь не просто низкие, здесь самые низкие цены. Я вам сто процентов говорю. Приедете, пожалуйста, на авторынок автомобилистов и посмотрите. Вот, к примеру, вот такая люстра. Сколько бы она где-то стоила? Я вам скажу, что в таком состоянии люстра в дорогих магазинах стоит 83 тысяч рублей. А здесь 8300 рублей. Ну, это вот моя любимая люстра. Я себе ее, думаю, поставил. Здесь она стоит 12 тысяч рублей. А в других местах 120 тысяч рублей. И во всем остальном то же самое. Просто заедьте, посмотрите и убедитесь в том, что это очень дешево. Да, такой шик. И он возможен. Помните про евро-ремонт? Ну, там все типа евро, но смотрится круто. И самый простой потолок, зато самый крутой свет. И все в ауте. Кстати, насчет света. Да вы хоть сколько обойдите, но здесь в разы дешевле. А для владельцев крутых особняков с лестницей в три уровня привезут. Я еще раз объясняю. Евро смотрится клево. Но это же не евро 90-х годов прошлого века. Вы заканчиваете ремонт? Заканчиваем, да. Люстру вот осталось взять. То есть вы умудрились закончить ремонт после Нового года. Это вам очень даже интересно. Ну, вот так вот. А люстра сколько вам обошлась? 3500. Вы представляете, что в других магазинах они совершенно другие денег стоят? Объездили везде магазины. И приехали сюда? Да. А что вы думали? Хозяин толк в свете понимает. Хозяин знает, какие светильники достойны внимания. И хозяин прекрасно понимает, что купив новинку в Италии, вы попадете на бабки. А купив то же самое, но в Китае, на бабки вас никто не посадит. И поэтому с толком сделав евроремонт, в оконцовочке лучше приехать сюда. Итак, вы посмотрели, цены дешевые, цены халявные. И это и есть смысл моей работы. Я всегда что-то ищу и стараюсь сделать так, чтобы вы это дело вкусили. То есть понимаете, да, что если вам нужны светильники, то дешевле, чем свет сафари, вы и не найдете. Как сюда доехать? Торговая ордина автомобилистов. И прямо сюда, в уголочек. Приходите сюда, покупаете светильники, ставите их и наслаждаетесь. Потому как цена халявная.